Каждый день Анны Анохиной начинается с принятия успокоительного. Собственница 47-й квартиры уже несколько месяцев живет под шум дрели. Под ее окнами больше нет цветов и деревьев. 84-летняя старушка теперь вынуждена любоваться на крышу нового магазина. Пыль, шум, пол, беды. Пенсионерке в преклонном возрасте поставили диагноз «осматический хронический бронхит». Женщина пыталась наладить диалог со строителями, но они только разводят руками. Они говорят, бабушка, не волнуйся. Нам начальник сказал, что все переговорено с жителями и все мы будем делать. Все уладится. Накипело не только у Анны Анохиной. На очередное внеплановое собрание вышли люди из других подъездов дома. Они уверяют, подписи действительно собирали. Но на магазин, который должен был размещаться в самом доме. О возведении строения в два этажа им никто ничего не говорил. У нас деревья были, они защищали нас от дороги, от пыли. Деревья высокие были, никого не спросили, в деревья все убрали. Просто посмотрел СНИП. Там мы даже не берем такой момент, что людям закрывают окна. А есть такое понятие, про эти пожарные разрывы. Но согласно СНИПу, там самое минимальное расстояние между устройством и зданием существующим 6 метров. Здесь, как видите, и трех метров. Жильцы уверяют, их ввели в заблуждение. В управлении градостроительного контроля руководствуются документами. Подписи собственников квартир были собраны, причем всех до единого. Проектная документация в порядке, положительная госэкспертиза и документы на землю тоже. Это когда строится отдельно стоящее здание, тогда есть отступы этого здания. А это пристраивается к квартире в этом жилом доме. Это единый получается объект. Это реконструкция жилого дома. То есть эти помещения, они реконструируются в составе жилого дома. Это единый объект. Какие тут могут быть отступы? Все по закону. Строительство легально. Только люди говорят о несправедливости. Определить, ввели их в заблуждение или нет, теперь сможет только суд. Елена Логинова, Роман Авраменко, Алексей Великанов, Липецкое время.